Прямой эфир телеканала Россия продолжает Вести Ульяновск. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте и коротко о главном. Где эта улица? Где этот дом? Сейчас проводим работу, чтобы владельцы жилого фонда на свои дома навешивали номерные знаки и при необходимости аншлаги с названиями улиц. Ко всероссийской переписи население регион готовится за год. После 45-ти жизнь только начинается. Предприимчивая, деловая. Несмотря на свой возраст, мне 63 года, я все равно в поиске и всегда держу нос по ветру. Что такое серебряный бизнес и где можно пройти бесплатный курс обучения? Расскажем в выпуске. И дизайн одежды – одна из самых привлекательных номинаций дельфийских игр. Я хочу самой быть красивой, самой хорошей звездой и на всех конкурсах получать и занимать все три места. Кто будет представлять регион на всероссийском конкурсе, станет известно 3 ноября. А теперь об этом и многом другом. Более подробно Ульяновская область готовится к главному статистическому событию десятилетия. Всероссийская перепись населения состоится в октябре будущего года с применением IT-технологий. Наиболее удобный способ люди выберут сами. Оставить сведения можно будет на портале госуслуги и стационарных переписных участках. Или же ответить на вопросы переписчиков, которые придут к вам домой и занесут данные в электронные планшеты. Павел Игнатьев подробнее. С момента последней переписи населения прошло уже 10 лет. За это время в стране произошли 40 миллионов демографических событий. Поменялась не только численность населения, изменился сам облик городов и сел. Сейчас основная наша задача это актуализация картографического материала и списка адресов. Потому что на основе этой информации мы будем делать так называемое переписное уронирование. То есть по сути разбивать всю территорию страны на счетные переписные участки. В офисе Ульяновск стата работы кипит с утра до вечера. Как видите атрибутика уже готова. Сейчас специалисты переносят бумажные карты в электронный формат. Смотрит на интерактивную карту. Если дом находится на местности, он ее отмечает. Если его нет, рисуется домик на том месте, где он должен стоять. Прежде чем отметить дом на карте, специалисты посещают объекты лично. Причем некоторые из 230 тысяч строений в Ульяновской области до сих пор стоят инкогнито. Нет ни названия улицы, ни номера дома. Чтобы обходчики не заблудились на местности, регистраторы составляют списки белых пятен и отправляют в городские администрации. Мы сейчас проводим работу, чтобы владельцы жилого фонда на свои дома навешивали номерные знаки. И при необходимости аншлаги с названиями улиц. Перепись населения – это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе огромной страны. Ведь принимая важные решения, нужно знать не только количество проживающих людей, но и все их характеристики. Павел Игнатьев, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. Переселение из аварийного жилья ждут 7 лет. Речь идет о деревянном строении в 4-м переулке Ватутино. В здании перекошены стены, отсутствует горячая вода, проблемы с электропроводкой. Надежда у жителей появилась летом, когда дом включили в областную программу по переселению. Видите, как криво стоит окно? Оно уже наполовину ушло туда. Рамы в соседней комнате и вовсе пришлось заменить. Дом в 4-м переулке Ватутино – наследие Великой эпохи. Но похвастаться здесь могут разве что списком коммунальных бедствий. Деревянное зодчество трещит по швам. Стены гнилые, у нас тут и мокрицы, и тараканы, и все, что хочешь у нас. Как дождик, так все на кухне мокрые. Я уже тут и плиткой замазал, и бедстволка все равно текет, текет, текет. Сыро, холодно и даже опасно для жизни. Напряжение накаляется. Электропроводка изношена. Видите, вот замыкание происходит каждый месяц, можно сказать. Комиссия признала дом аварийным еще 7 лет назад. Но вместо документов на новую жилплощадь. Тома официальной переписки. Мы уже прошли все инстанции, и суды, и вот у меня пакет документов, где с прокуратуры, с министерства строительства, с администрации. Администрация города кормит нас завтраками. Предлагают чуть ли не каждый месяц маневренное жилье, но непригодное для проживания. Там бомжи живут на нижней террасе, на верхней террасе. Переселение ждут 7 квартир. Средства выделены, торги завершены. Сейчас действительно этот вопрос переселения этого дома на особом контроле, потому что этот дом, он вошел в серьезную программу, региональную программу переселения из ветхого жилья. И заключен этими жильцами договор по контракту на участие в долевом строительстве. Дом уже куда-нибудь переселяться, уже определен. Это наиподромный. В эксплуатацию дом должны ввести в декабре. Видите, трещины какие. Боимся, что дом в любой момент может, как карточный домик, просто рухнуть и все. Кристина Агафонова и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. Людей старшего возраста научат вести свой бизнес. В регионе стартовал новый образовательный проект, связанный с поддержкой предпринимателей и тех, кому за 45. В аудитории точки кипения, пространство для коллективной работы и творчества прошла первая встреча тех, кому за 45 и кому не живется спокойно. Бесплатный обучающий курс «Серебряный бизнес» заинтересовал многих. Несмотря на свой возраст, мне 63 года, я все равно в поиске и всегда держу нос по ветру. С подругой, с которой я пришла, мне пришлось как-то ее убедить. Я говорю, пошли сходим, давай вдруг что-то новенькое узнаем. Я говорю, а вдруг нам в деле вот в этом пригодится. Она вообще мастер-класс по укоделю. Участники курса получат возможность погрузиться в атмосферу предпринимательства. Увидеть, как работает разный бизнес изнутри. Обучиться основам ведения своего дела. Эксперты помогут разработать проект и расписать бизнес-план. Действительное погружение в эту среду. Вот почему мы делаем упор всегда на контакт с действующими предпринимателями, причем близкими к ним по духу и мудрости. Это обязательно экскурсия. Это обязательно посмотреть, как в жизни это. Вот важно при передаче опыта любого иметь этот опыт. В конце концов, деньги считать все умеют, бюджет семейный все умеют строить. Здесь нужно просто дорастить и показать, что вот это работает так. Есть достаточно простые наработанные схемы, как это быстро довести до человека. То есть задача научить, показать, какие налоговые системы существуют, какие обязательства у тебя возникают в связи с этим, но и перспективы, на которые ты можешь уйти. Курс «Серебряный бизнес» продлится до конца года. Это первый опыт как для участников, так и для организаторов. Впереди совершенствование программы проекта. Вы смотрите программу «Вести Ульяновск» и мы продолжаем выпуск. Дает чудо уроки детям и передает бесценный опыт молодым педагогам. Учитель с большой буквы Юрий Латышев в свои 80 лет остается новатором школьного образования. О его новой методике перевернутого урока следующий материал. Его слушают, затаив дыхание, а мысли ловят и конспектируют на коленке. Уже опытные или только начинающие свой педагогический путь учителя вникают в тему перевернутого урока – уникальную методику народного учителя, который давно привык отстекать консерватизм в построении урока. Традиционный урок очень похож на разжеванную пищу, которую мы кормим наших учеников, что может привести к атрофированию жевательного рефлекса. То есть ученики получают в готовом виде уже знания. Поэтому я с конца 80-х годов пошел по другому пути. Я взял и поменял местами – учителя и учебник. Ученик знакомится с новой темой самостоятельно, а на урок уже приходит готовым к дискуссии с одноклассниками. Учителю остается только направлять ее ход и быть своего рода куратором. От такой перемены мест слагаемых меняется и конечная сумма знаний, ломая постулат известной формулы. В итоге дети запоминают 90% информации вместо 5% по традиционному уроку. Очень импонирует, что ребенок, поскольку является активным участником образовательного процесса, не является просто сосудом, который мы должны наполнить, а человек, который изначально в теме урока. Пожалуй. А вот как быть в теме учителя – уже задача федерального проекта «Учитель будущего». И не менее интересная тема для дискуссии внутри профессионального сообщества. «Учитель будущего – это не возраст. Учитель будущего – это те навыки, компетенции, тот внутренний педагогический дух, который есть у учителей разного возраста. Безусловно, методика «Перевернутый урок» является очень интересной, поскольку она отражает активную позицию ученика. А активная позиция ученика – это как раз основная идея национального проекта образования». Впереди четыре года реализации нацпроекта. За это время отечественное образование должно войти в десятку лучших стран по его качеству. Олег Тюрин, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. В Ульяновске проходят региональные «Дельфийские игры». В этом году они юбилейные – десятые. И первым мероприятием стал «Показ МОД». В Ульяновской области они традиционно проводятся во время осенних школьных каникул. На площадке одного из торгово-развлекательных центров состоялся конкурс в номинации «Дизайн одежды». Участниками состязания стали четыре модельера, которые продемонстрировали членам жюри и зрителям в своей коллекции. Среди них «Звездное притяжение», «Люди солнца», «Айвори». Виктория Лыткина представила здесь свою первую коллекцию. Она называется «Свобода движения». Основная идея данной коллекции была привлечь современную молодежь в возрасте от 18 даже, возможно, от 16 лет к русскому искусству, искусству более современному, абстрактному, так как в данной коллекции все принты – это взятые с работ русских художников. Участники представляли конкурсную коллекцию из нескольких моделей молодежной одежды с элементами народного эпоса. А юные модели получали настоящее удовольствие от дефиле. Я хочу самой быть красивой, самой хорошей звездой и на всех конкурсах получать и занимать все три места. Меня зовут Сергеевна Анастасия, запомните меня. За 10 лет проведения Дельфийских игр в нашем регионе его участниками стали более 6 тысяч человек. 1700 из них призеры, одна треть золотые. Цель Дельфийских игр – благородно поддержать одаренной творческой молодежи страны. Региональный этап завершится 3 ноября, а победитель этого конкурса отправится уже на всероссийский этап игр, который пройдет в Омске в апреле следующего года. И на этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Сразу после информации о погоде, интерактивное шоу «Кто против». До встречи. Сейчас в Ульяновске 6 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер западный 3 метра в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok